Друзья, я приветствую всех, кто смотрит это видео. Сегодня я расскажу вам, каким способом можно получить от 50 до полутора тысяч долларов от любой социальной сети всего за 15 минут. Я продемонстрирую весь процесс от А до Я, а вам останется его лишь повторить. Для тех, кто смотрит меня впервые, представлюсь. Зовут меня Евгений Миронов, мне 32 года, по образованию программист. Обычно я записываю видео, только связанные с программированием, но сегодня у нас особый случай. Буквально пару дней назад коллега из соседнего отдела вернулся с командировки из США и рассказал мне, как он получил 490 долларов в виде компенсации от утечки его персональных данных в социальных сетях. Способ оказался до того простой, что я сначала ему не поверил, но затем в тот же день сам попробовал и получил целых 910 долларов на свою банковскую карту. Так кто же готов заплатить нам деньги? Как выяснилось, в США буквально недавно была учреждена организация, которая занимается распределением компенсационных выплат за утечки информации из социальных сетей и мессенджеров. И они не то что готовы заплатить, а даже обязаны. И даже если вы не зарегистрированы ни в одной социальной сети, то все равно имеете шансы на получение денег. Да-да, вы не ослышались. Сейчас я расскажу почему. Кто внимательно следит за новостями или смотрел мои ролики прошлого года, наверное не раз слышал, что у многих социальных сетей происходит утечки данных пользователей. Иногда недобросовестные компании сами предлагают данные, иногда их сливают сотрудники, а самый распространенный случай, когда их путем взлома воруют хакеры. Утечки персональных данных происходят регулярно, но прошлый год и начало этого побили все рекорды. За это время утечка данных коснулась более 100 миллионов пользователей. Вот, например, несколько вырезок ведущих СМИ по этому поводу. Естественно, такие проблемы с сохранностью данных пользователей не остались незамеченными контролирующими органами. И в январе 2019 года Федеральная торговая комиссия США начала расследование против ведущих социальных сетей мира, а также тройки популярных мессенджеров по поводу всех утечек, которые произошли за прошлый год. И вот буквально недавно по завершению расследования был создан специальный фонд защиты персональных данных. Суть этого фонда в том, чтобы контролировать и сводить к минимуму утечки данных пользователей социальных сетей и мессенджеров, а также производить компенсационные выплаты тем пользователям, чьи данные были переданы третьим лицам. На компенсацию может рассчитывать практически каждый человек, потому что утечки персональных данных коснулись чуть ли не всех пользователей сети. А если конкретнее, это каждый третий. Я специально собрал несколько новостных роликов, чтобы вы поняли масштаб происходящего. Федеральная комиссия по торговле США штрафовала Facebook на 5 миллиардов долларов. Это крупнейший в истории штраф за нарушение конфиденциальности в сети. В открытый доступ попали порядка 360 тысяч записей с личными данными россиян. Это те, что были размещены в информационных госсистемах. 5 миллиардов долларов во столько крупнейшей в социальной сети обойдется утечка данных пользователей. Федеральная торговая комиссия США уже одобрила решение, заключив с IT-компанией соответствующее соглашение. Это взыскание станет крупнейшим за всю историю США. Итак, друзья, что же вам необходимо сделать, чтобы восстановить деньги, которые нам полагаются от Фонда защиты персональных данных? Необходимо зайти на специально созданный сайт по проверке утечки данных. На нем нужно указать необходимые данные и затем начать процесс проверки. После проверки, если ваша информация фигурировала в утечках, система автоматически рассчитает сумму компенсации, и вы сможете начать процесс получения выплаты. Но давайте меньше теории и больше практики. Ссылка для входа на сайт находится прямо под этим видео. Нажимайте на нее и переходите. Вот, собственно, сайт, где нам с вами предстоит проверить наши данные на утечку и получить денежную компенсацию. Не пугайтесь, что сайт на английском языке. Я сейчас все покажу, куда нажимать и что писать. Тут у нас представлена общая информация о деятельности Фонда защиты персональных данных. Если вы знаете английский язык, можете прочитать здесь все последние постановления Фонда в сторону социальных сетей и мессенджеров. Но мы же с вами спускаемся вниз страницы и нажимаем кнопку Start Verification Procedure. Итак, вот подгрузилась наша форма для проверки данных на утечку. Важно обратить внимание, что здесь запрещено проверять чужие аккаунты. Но так как я буду показывать всю процедуру на примере аккаунта своей супруги, то думаю, в принципе, так делать можно. Опускаемся чуть ниже и видим Data Verification Form. Это как раз таки та форма, которую нам необходимо заполнить, чтобы начать проверку. Здесь у нас отображаются пункты, по которым можно произвести проверку на утечку конфиденциальных данных. И такая галочка как Over. Это проверка дополнительной информации. Я рекомендую вам выбрать сразу все пункты и отметить их галочками, чтобы была произведена самая полная проверка. Last name. Здесь нам необходимо указать нашу фамилию. Указываю Миронова. Писать можно на русском языке, можно и на английском, кому как удобно. В принципе, подходит любой вариант, это проверено. Name. Нам необходимо указать наше имя. Я указываю имя своей жены, вы указываете свое, соответственно. Наталья. Так. Additional information. Для чего нужно это поле? Это поле будет очень полезно для тех, кто не зарегистрирован ни в одной из представленных соцсетей. Здесь вы можете указать любую информацию, которую могли бы нецелесообразно использовать. К такой информации относятся электронная почта, фамилия, отчество, ссылка на любую другую соцсеть, дату рождения и так далее. Я рекомендую указывать как минимум свой имя. После того, как все указали, еще разок можете перепроверить и нажимаем на кнопку Run Verification Procedure. Итак, вот у нас начался процесс проверки. Обратите внимание на то, что в этот момент нельзя закрывать страницу. Проверка происходит в 7 этапов. Тут как раз можно следить за тем, на каком этапе находится, собственно, наша проверка. Ах да, кстати, друзья, забыл сказать еще по поводу поля дополнительной информации. Укажите туда свой номер телефона и можно в любом формате. К слову сказать, когда проверял данные по аккаунту своей бабушки, которая пользуется только одноклассниками, я ввел номер телефона и оказалось, что ее номер все равно фигурировал в утечках. И вот мы наблюдаем последний этап проверки данных. Насколько я понимаю, всю информацию сейчас проверяет сотрудник вручную для подтверждения. Тут нужно немного подождать. И получается, что когда я ввел в поле дополнительной информации бабушкин номер, в отчете выяснилось, что телефон фигурировал в разных рекламных компаниях, которые занимаются телефонным спамом. А мы еще думали, почему же ей так часто названивают рекламщики с разными предложениями о всяких кредитах, быстрозаймах и тому подобном. По итогу ей выплатили всего 68 долларов. Но как-никак это все равно приятная сумма, так что советую указать свой номер телефона в поле для дополнительной информации. Так, ну вот процесс проверки окончен, и мы с вами попали на страницу отчета. Здесь у нас представлена общая информация, которая нам особого смысла не несет. Ниже тут представлена таблица, как раз таки по проверкам, которые мы выбрали. И вот она сумма. Total Sum Compensation. Сумма компенсации. Нам насчитали 365 долларов. Ну, конечно, чуть меньше, чем было у меня. Но, однако, все равно сумма не маленькая. Теперь нам остается совершить перевод этой суммы на свою карту. Для этого нужно нажать на галочку I Confirm. Этим мы подтверждаем, что проверяли именно свой аккаунт, либо аккаунт родственника, и готовы принять денежный перевод прямо сейчас. Как только поставили галочку, нажимайте на кнопку Go to the Payment of Compensation. Загрузилась форма заказа выплаты. Здесь у нас сказано, что необходимо заполнить информацию очень внимательно. Так как, если вы неверно ввели данные, перевод невозможно будет отменить. Здесь, значит, у нас указана сумма нашей компенсации. И ниже форма, которую нам нужно заполнить. Last Name и Name уже заполнялись у нас автоматически. Если они не заполнились, то просто заполните их снова. Last Name это фамилия, а Name, ну, соответственно, имя. Так, теперь нам необходимо указать номер карты. Есть. Далее у нас SSN. Давайте для начала я вам объясню, что такое SSN. Те, кто летал в Штаты, наверное, знают, что SSN это номер социального страхования. Он выдается всем гражданам США и людям, которые летят туда по туристической или рабочей визе. В этом месте мы ставим галочку, то, что у нас отсутствует SSN номер и то, что мы не являемся гражданином США. Смотрите, какой момент. Если вы недавно летали в Штаты, вы должны были сделать себе медицинское страхование. Номер этого медицинского страхования подойдет, чтобы записать его сюда. Но если вы не летали, как, собственно, я и моя супруга, то отмечаем вот эти две галочки. И нажимаем на кнопку Submit Form. А далее нам система предложит уже приобрести временный полис социального страхования, что мы с вами и сделаем. Вот у нас идет подготовка суммы к выплате. И также просьба не закрывать данное окно, чтобы данная операция не прервалась. Ожидаем. Итак, друзья, вот наш платеж уже подготовлен к выплате. Единственное, в нашем случае ожидается SSN номер. Ниже представлена цифровая квитанция. Отправитель US Trading Commission. Получатель Наталья Миронова. Если вы уже указывали SSN номер, то вам необходимо нажать кнопку Complete Translation. Но если мы нажмем ее... В нашем случае, как и ожидалось, выскочила ошибка об отсутствии SSN номера. Что мы делаем, чтобы его получить? Мы опускаемся ниже по странице. Тут сказано, что система автоматически рассчитала стоимость оформления временного номера социального страхования на 48 часов. Для моей жены стоимость составляет 4 доллара 32 цента. Кстати, намного дешевле, чем было у меня. Обратите внимание, что для оплаты мы будем направлены на платежный шлюз нашей страны. Ну что, жмем оплатить. Происходит поиск подходящего шлюза для оплаты. И вот мы попали на Единый платежный центр СНГ. Ожидаем. Для нас загрузилась русскоязычная платежная система. Сумма к оплате уже указана в рублях. 275 рублей мне необходимо оплатить, чтобы получить временный номер социального страхования. Начинаем заполнять необходимые данные для оплаты. Указываем наше имя. Здесь уже на русском языке. Указываем адрес электронной почты. И указываем телефон. Так, и теперь выбираем способ, которым мы будем оплачивать. Я буду платить с помощью банковской карты. Нажимаем на кнопочку «Оплатить». Вот загрузилась форма ввода данных для оплаты. Указываю номер карты. Оплачивать я буду со своей карты. Думаю, ничего страшного в этом нет. Указываю срок действия карты. Также указываю три цифры на обороте. Так, и... Имя и фамилию на карте. Нажимаем «Оплатить». Необходимо SMS-подтверждение операции. Ожидаем SMS. Вводим код подтверждения из SMS. 145.844. Подтверждаем. Ждем, пока пройдет оплата. Вот, денежки списались. Сейчас нас должно вернуть обратно на сайт. Ожидаем. Так, мы видим, что оплата прошла. И сейчас нас вернет на сайт исполнительного производства. Вот мы вернулись на сайт. Как мы видим, статус нашей выплаты ожидает завершения. Вот, кстати, SSN номер, который нам присвоили. Кстати, не забудьте, он выдается на 48 часов. И если он вам нужен где-то еще, можете его спокойно использовать. Нажимаем кнопочку «Complete Translation». Завершить перевод. Нас опять перенаправляет на поиск платежного шлюза. Вот мы видим, что перевод средств начался. Ожидаем завершения. Средства отправлены. Денежные средства отправлены на карту 42, 76, 15, 00, 18, 38, 69, 11. Вот и пришла смс, что деньги успешно зачислены на карту. Что ж, давайте, чтобы уже наверняка, я продемонстрирую вам также Наташин личный кабинет Сбербанк Онлайн. Схожу на сайт Сбербанк Онлайн. Указываю логин супруги. Указываю пароль. Нажимаю «Войти». Ждем смс-подтверждения. Так, код подтверждения пришел. Вводим. 112, 575. Ждем загрузки. Так, вот аккаунт Сбербанк Онлайн моей жены. У нее есть две карты. Я заказал вот на эту. Нажимаю «Показать операции». Вот тот самый перевод в размере 22920 рублей, который мы получили пару минут назад. Согласитесь, совсем неплохая сумма с учетом того, что я потратил всего около 10 минут, чтобы ее получить. Конечно, неприятно осознавать, что наша личная информация была кем-то когда-то использована, но мы тут ничего не можем поделать. На то и существует компенсация, которая отчасти сможет загладить вину компании перед нами. В общем, я уверен, что каждый из вас сегодня станет чуточку счастливей и получит ощутимую денежную компенсацию. Оставляйте свои комментарии под этим видео, подписывайтесь на мой канал, впереди еще много всего интересного. Ах да, ребят, вы часто пишите мне в личку по поводу нового видео курса по программированию на Ява Скрипт. Он уже будет очень скоро. Я надеюсь, на следующей неделе его уже закончить. На этом я думаю все, мои дорогие слушатели. Переходите на сайт, заполняйте форму для проверки данных и получите свою денежную компенсацию от Фонда защиты персональных данных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова